МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними новостями этого дня вас готова познакомить мои коллеги и я, Анина Приходько. Здравствуйте! И по традиции главные темы в кратком изложении. Конец фильма. Ростовская киностудия пошла под снос. Вообще это ужасно, конечно. Ощущение полной реальности происходящего. Новое имя, новое знамя. Сотрудники транспортной полиции получили обновленный символ ведомства. Наша русская, духовная, то, которое человек должен идти в бой с верой, с любовью, за свою родину, за свое отечество. А олицетворение – это всегда боевое знамя. О безопасности на языке молодежи ростовские спасатели провели флешмоб. Нужно показывать, что наша структура, МЧС, она работает, и что у нас новые технологии внедряются, все продвигается, не стоит на месте. Без отопления сегодня остались военный госпиталь, школа, детский сад, а также 36 многоквартирных домов. Причиной отключения стала авария на теплотрассе в районе Таганрогского шоссе. Как сообщает пресс-служба МЧС, утром произошел порыв трубы диаметром 300 мм. Для ликвидации последствий ЧП власти создали оперативный штаб. Привлекли к работам 5 человек и 3 единицы техники. Порыв произошел в 8.20 утра по адресу улицы Таганрогское шоссе 139-3. В результате была остановлена местная котельная, в зону отключения попали военный госпиталь, школа и детский сад, а также 36 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 6 тысяч человек. В настоящее время последствия аварии полностью ликвидированы, заверили в администрации. Напомню, ровно месяц назад, 24 января, серьезный порыв теплотрассы произошел в другой части города, на проспекте Буденовском. Тогда прямо на улице ошпарились и получили ожоги многие прохожие. 11 ростовчан были госпитализированы. В центре Ростова сносят здание студии кинохроники. От строения середины 20 века на Красноармейской осталась только одна стена. Новый частный владелец решил избавиться от творения известного архитектора Льва Эберга. Почему Донская столица лишилась исторического здания и старейшей российской киностудии, выясняла Виктория Щетинина. Остался кусок здания, не порушенный. Там на втором этаже звукоцех, в котором я 18 лет проработал. На третьем этаже кинопроекционный осталось. Экскурсию по руинам проводит Игорь Дауров, председатель профсоюзной организации ростовской киностудии. В груди строительных обломков он пытается найти хоть что-то от былого здания. Еще несколько дней назад трехэтажное строение было нетронутым. И у кинематографистов оставалась надежда на то, что оно не уйдет в историю. Вообще это ужасно, конечно. Ощущение полной реальности происходящего. Никогда не думал, что в 21 веке возможно вот такое. Как только в 50-х годах прошлого века на Красноармейской возвели это здание, сюда въехала киностудия. В ее стены свозились уникальные кадры о жизни всего Северного Кавказа, Юга, Центра страны и Крыма. Ростовская студия кинохроники – одна из старейших в России. Ее основали еще в 1927-м. За годы она успела выпустить сотни фильмов, тысячи номеров киножурналов и за 50 лет свой адрес не меняла. Но несколько лет назад здание на Красноармейской продали на аукционе. Федеральное имущество руководство страны решило отдать в частные руки. Студии кинохроники по всей России приватизировали. В 2013-м появился новый владелец Юра Ростовской. Заниматься киноискусством он не собирался. Потому всех уволил, а здание подготовило к сносу. И это не противоречило закону. Спасти от уничтожения успели немного, и говорят бывшие сотрудники. Судьба ценного оборудования остается неизвестной. Все это было в результате выброшено, скорее всего, на свалку. То есть остатки уникального архива. Фонограмм с 50-х годов, которые были собраны, записаны по всей стране и так далее. Много что. Архивные материалы оставались, какие-то фильмы оставались. Возмущены таким положением дел не только документалисты, но и архитекторы. Творение знаменитого Льва Эберга, хоть и не входило в официальный список объектов культурного наследия, но представляло историческую ценность и было украшением одной из главных улиц Южной столицы. Теперь здесь появится типовое офисное здание или торговый центр. А это очередной удар по самобытному облику старого Ростова, уверен Александр Кожин. Видим только то, что происходит у нас тогда, когда хотят быстро чего-то избавиться. Когда под выходные, вот в данном случае в субботу утром, начали ломать, крушить крепкое здание. Если там что-то были, какие-то проблемы, то такие проблемы решаются, здание укрепляется, сохраняется. А вот то, что здесь происходит, это просто желание избавиться, освободить строительное пятно. Разрушенного не восстановить, понимают защитники здания. Но возродить студию еще возможно. Пусть и по другому адресу отмечают киношники и обращаются с этой просьбой к руководству региона. Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Лифт не роскошь, а средство передвижения. Уверены жильцы девятиэтажки по улице Тимошенко, 26. Уже 9 месяцев они вынуждены подниматься в свои квартиры пешком. За 30 лет здание ни разу не попало в программу капитального ремонта и теперь находится в предаварийном состоянии. Нашло до того, что лифты стали опасны в эксплуатации. И в мае прошлого года перестали отвечать на кнопку вызова. Честно исполнил долг ровно 30 лет в Афганистане. И теперь после этого выполнения долга интернационального, честно, с мая месяца хожу пешком. Я вот хочу задать вопрос, сколько нужно еще жертв от нашего дома, чтобы включили лифт. Жертва одна уже есть, ветеран войны, который поднялся и умер. Заложниками собственных квартир стали многие пенсионеры и инвалиды-колясочники. Как жильцы борются за право пользоваться лифтами и кто предложит выход из ситуации. Смотрите в новом выпуске программы «Городская среда». Сегодня в Ростове новое знамя вручили сотрудникам транспортной полиции по Северо-Кавказскому федеральному округу. Для торжественной церемонии прибыли руководители ведомства из столицы. Внешний вид главного символа полицейских изменился не сильно, лишь в цветовом решении. В центре по-прежнему двуглавый орел. В самой структуре признаются, что вручение знамени – это особый ритуал, который напоминает всем сотрудникам о службе Конституции и закону. Добавлю, что знамя поменяли на новое в связи с переименованием структуры милиции в полицию. Уже известно, что прежний символ передадут в музей ведомства, как экспонат. Мода на флешмобы захлестнула донских спасателей. Прямо в центре Ростова совместно со студентами-волонтерами они развернули акцию «МЧС России за безопасность людей». Необычное действие приурочено к 25-летию образования Министерства чрезвычайных ситуаций и 70-летию Великой Победы. За флешмобом наблюдала наш корреспондент Анастасия Дементьева. На радость волонтерам и удивление прохожих из машин с символикой МЧС спасатели выходят с праздничными воздушными шарами. Экстренное сообщение с вызовом бригады сегодня оказалось тренировочно-показательным. Повод весомый. 25-летие со дня основания Министерства чрезвычайных ситуаций. Молодежный флешмоб поддержали и студенты добровольческого пожарно-спасательного отряда ДГТУ. После танцев небольшой перерыв и снова, что называется, в бой. Бригада спасателей демонстрирует, как четко и быстро они реагируют в случае необходимости оказать медицинскую помощь. Это проигранно чисто для того, чтобы мы технически показали последовательность решения тех задач, которые мы решаем. Ну, конечно, с небольшим акцентом на сегодняшнюю молодежь и, конечно, на те вопросы, с которыми, наверное, с улыбкой на лице решаем сложные задачи. Ожидания организаторов оправдались. Большей честью зрителей стали молодые люди, которые не смогли пройти мимо оживленного шоу. Мимо прошел и видел, да, стало, конечно, интересно и все замечательно, мне очень понравилось. Нужно показывать, что наша структура МЧС, она работает и что у нас новые технологии внедряются, все продвигается, не стоит на месте. Запомнились три слова. Предотвращение, спасение, помощь. То есть всегда нужно быть на чеку и знать, как поступать в той или иной ситуации. Это для обычного человека самое главное. Опыта флешмобов до этого момента у донских спасателей не было, признаются организаторы. Потому есть повод практиковаться. В следующий раз акцию обещают сделать для жителей не только более зрелищной, но и полезной. С мастер-классами и советами по оказанию экстренной помощи. С праздником МЧС! Анастасия Дементьева, Игорь Кравтенко, Южный регион, Инфо. Лучшие проекты дизайна и архитектуры назвали в Ростове. В дизайн-центре ВЕСТ подвели итоги профессионального конкурса и вручили интерьерную премию самым талантливым. С подробностями наши корреспонденты. За заветную статуэтку и признание коллег борются лучшие дизайнеры и архитекторы Ростова. Они презентуют свои проекты на крупнейшей профессиональной площадке Юга в дизайн-центре ВЕСТ. Мы очень рады, что на нашей площадке проводится этот конкурс. Что талантливые дизайнеры и архитекторы нашего города именно в этих стенах получают свою премию. Наши шоурумы, которые здесь сегодня в дизайн-центре ВЕСТ, представлены очень достойно. И готовы выполнить любые самые замысловатые, самые серьезные проекты. Всего 16 проектов, выставленные на конкурс, победителей определяют в четырех номинациях. Интерьер квартир, частных домов, ресторанов и общественных мест. Победить не ожидали, но надеялись. Эмоции, конечно, очень приятные. Особенно приятно, что нас именно оценили профессионалы, наши коллеги. Это самое приятное, что может быть. Проект действительно новый для города, и нам было интересно с ним работать. Победителей определили по мнению экспертов, а также по итогам народного голосования на сайте. Я второй раз, выступая экспертом для этого мероприятия, могу сказать, что мне оно очень нравится тем, что дает возможность независимой и объективной оценки уровня дизайна в нашем городе. И мне нравится этот энтузиазм, с которым архитекторы и дизайнеры принимают в нем участие. Уровень конкурентов с каждым годом должен расти, уверены эксперты. А дизайн-центр Вест вдохновит дизайнеров и архитекторов на новые проекты. Виктория Щетинина, Игорь Коровтенко, Южный регион.Инфо. Такова новостная картина этого дня. Если вам есть что рассказать и показать, заходите на наш портал rostovlife.ru. Делитесь фото и видеоматериалами с места событий. Достойное покажем в эфире. Я желаю вам приятных новостей и до встречи на нашем канале.